Мы в Мюнхенском центре исследований и инноваций. Именно здесь была запланирована, спроектирована, смоделирована, а затем и сконструирована новая BMW 6-й серии. Тесно сотрудничая с отделом дизайна, инженеры перебирали сотни вариантов деталей. Теперь мы можем видеть результат. Прототип новой спортивной машины, построенной вручную. Она готова к первой поездке торжественно ожидаемой всеми. BMW. Рождение шедевра. Разработка и испытания. Злые духи. После того, как дизайнеры сделали свое дело, придав машине как можно больше элегантности, сотрудники отдела прототипов прикладывают все усилия, чтобы скрыть всю эту красоту. Машину изменяют до неузнаваемости, и прототип становится похожим на злого духа. Мы закрываем панелями и тканью все те места, где позже появится хром. То, что сейчас черное, потом будет блестеть. Но обратите внимание, что решетка радиатора тут оригинальна. Камуфлирование – это важная часть проверочных испытаний. С одной стороны, нам нужно получить результаты, которые были бы близки к серийной модели, и которые не были бы искажены из-за камуфлирования. С другой стороны, нам, конечно, не понравится, если наши конкуренты и журналисты смогут слишком рано заглянуть под неприглядную оболочку и узнать, как выглядит машина за один-два года до ее выпуска. Михаэль Регер несет ответственность за то, чтобы задуманная техника работала без сбоев в реальности. Он является связующим звеном между разработкой и испытаниями. А если ее надо проверить в аэродинамической трубе? Все закреплено питью гайками, и панели очень легко снимаются. Михаэль Регер доволен камуфляжем. Все детали, которые необходимо проверить, встраиваются в прототип. Затем злой дух выходит на испытание. Где-то на юге Франции. Берни Майснер – инженер-испытатель. Во время испытаний он оценивает общее впечатление от машины. Поэтому он все время в пути по всему земному шару. То, что не работает, снова отправляется в отдел разработки. Итак, во Франции начинается программа испытаний новой BMW 6-й серии. Самое классное, что было во время испытаний во Франции, это то, что можно было впервые сесть за руль работающего прототипа. Не просто смотреть на картинки или чертежи и что-то там себе представлять, а сесть за руль машины, которая ездит, которую можно ощутить и которую можно управлять. Все готово. Наконец, все готово для того, чтобы новый прототип выехал на скрытый от посторонних глаз полигон. После первой поездки измеряется температура двигателя, моторного и трансмиссионного масла, охлаждающей жидкости и различных материалов. Интересно, тут у нас под обшивкой днища уже 120-149 градусов. Это предельная температура для материалов. Сегодня испытания будут проводиться вне специального полигона. Уже несколько дней команда с нетерпением ждет проверки в горах. Это баки с водой, которые выполняют функцию балласта и симулируют вес пассажиров. Впервые новая BMW-купе 6-й серии покидает пределы полигона. Выезжаешь, и тебя охватывает невероятное и приятное чувство. Оно необесуемо. По всему телу идут мурашки. Все было идеально. Машина, дорога, погода. Был замечательный день. Однако не все было так безоблачно. Предстояла тепловая проверка у отвесных гор, рядом с которыми летом проезжают велосипедисты, участвующие в Тур-де-Франс. Раздается предупредительный сигнал. Машины сопровождения тут же скрывают злого духа от любопытных глаз. У меня уже даже заложило правое ухо, потому что эта штука пищала всю дорогу. Уже 85 градусов. Это много. Это нормально, что на первом прототипе устанавливаются такие чувствительные датчики. Когда температура резко увеличивается, то сигнал предупреждает водителя об этом, чтобы он остановился и не повредил двигатель или другую деталь. Теперь двигатель нельзя сильно нагружать. Поэтому прототип спокойно катится под гору. Ручной тормоз почти не держит. С неработающим ручным тормозом дальнейшие испытания невозможны. Нужно держать тормоз, пока прицеп не выпрямится. Давай, вперед. Сейчас уже прямо? Ручной тормоз будет исправлен сегодня же. Мы потратили на это кучу времени и нервов, ведь ручник — это довольно важная деталь. Поэтому нам нужно разобраться, дойти до сути, узнать, почему вдруг случилась такая поломка. Возможно, тут сможет помочь отдел разработки. Не могли бы вы принести нам руководство или какое-нибудь описание всей машины, чтобы оно было под рукой? Они еще остались или нет? Конечно, все детали сейчас только первый раз проверяются в совместной работе. Машина первый раз выехала на дорогу, и все компоненты должны были притереться друг к другу. Но так не бывает с первого раза. Возникают проблемы. Но для этого мы здесь и работаем. Мы должны обнаруживать неполадки и отправлять их на доработку, чтобы на следующем этапе производства все было в порядке. А в Мюнхене разработчики с нетерпением ждут результатов испытаний. Я, в общем-то, щепетильный в этом плане, а иногда даже слишком требовательный. Тут у нас максимум 122 градуса. Наверняка мы не пользуемся здесь слишком большим расположением, ведь мы постоянно указываем на ошибки, показываем на людей пальцем, говоря, что так, а что нет. Проблемой температуры теперь занимается отдел разработки. Итак, у нас есть теперь основная информация — температура интервала. Мы знаем, что там происходит. После обсуждения испытатель проверяет новый ручной тормоз. Майснер любит сам все проверять перед тем, как прототип превратится в серийную модель. Все детали шасси собираются и затем совмещаются на компьютере с помощью виртуальной модели. Каждая отдельная деталь перепроверяется в симуляторной программе. Однако проверка осуществляется еще и в действии, как, например, вот с этим колесом. Аппарат эмулирует быструю езду машины по легендарной северной петле Нюрнбургринда. Это напряженная проверка для шасси, начиная с амортизаторов и заканчивая раскаленными тормозными колодками. Эта трасса – настоящее убийственное испытание для покрышек. Напряженной проверки помимо шасси подвергаются и все остальные части машины. Тестовый пилот две недели непрерывно мучает шестиступенчатую коробку передач нашего купе. Он переключает передачи днем и ночью всего 320 тысяч раз. Кроме того, проверяется долговечность ремней безопасности. А этот механический палец с постоянной силой нажимает на крепление ремня, защелкивая его 15 тысяч раз. Эта кнопка нужна для того, чтобы автоматически складывать и поднимать вверх кабриолета всего за 25 секунд. Такое достижение требует прочной конструкции шарнирного механизма. Кроме этого, нужно иметь достаточно места. Отсек для матерчатой крыши с подкладкой должен быть довольно большим. В симуляторной программе конструкторы сравнивают изначальный дизайн с новыми предлагаемыми решениями. Конструкция и подсчеты, похоже, верны. Запланированное можно осуществить в серийном варианте. Если при этом сохранится та же скорость складывания, то это изменение не будет иметь отрицательных последствий. Для конструкторов это был долгий путь из виртуального мира в реальный. Теперь крышу необходимо проверить в климатической камере. Шарнирный механизм отлично сработал при всех температурах. Теперь один из разработчиков осматривает складка образования на мягкой крыше. И если заломок нет, то крыша прошла испытание. К новому разговору с Михаэлем Райгером у всех разработчиков уже готовы новые данные. Сегодня повестка дня — безопасность. Да, мы все проверили. Никаких опасений нет. Там даже лучше подпирается, и нагрузка лучше распределяется по швеллеру при прямом положении колеса. Специалисты проводят все виды краш-тестов на компьютере. Но момент истины наступит только во время настоящих краш-тестов. Для тестов все тщательно готовится в отделе манекенов. Манекены. Они сделаны из пластика и металла. Каждый из них стоит 70 тысяч евро. Манекен взрослого человека весит 75 килограммов, а его рост — 174 сантиметра, как у среднестатистического европейца. Специалист проверяет, не пострадал ли манекен во время последнего столкновения. Ни одна его часть не должна быть повреждена. Если все в порядке, то этот манекен должен пройти испытание на прочность. Только после успешного их завершения он готов для использования внутри машины. Высокоточные камеры фиксируют каждое испытание со скоростью тысячи кадров в секунду. Сегодня на повестке дня — специальный фронтальный удар при непристегнутых пассажирах. Чтобы было удобнее наблюдать за реакцией манекенов, двери у тестовой машины отсутствуют. Положение водителя и переднего пассажира просчитано до миллиметра. Специальными красками отмечаются части тела манекена, чтобы узнать, чем он ударится о подушку безопасности или приборную панель. Затем то, что потребовало столько времени, денег и тщательной подготовки, разбивается всего за пару секунд. Это один из многочисленных краш-тестов. Оценка. Улучшение. Затем опять оценка. Так краш-тесты и чередуются с разработкой. Прежде чем купе и кабриолет встанут на конвейер, специалисты по краш-тестам и разработчики должны сказать, наши требования по безопасности выполнены. Сегодня отдел разработки выпустит на испытание кабриолет. Этим утром прототип должен доказать, что само решение строить спортивный автомобиль было правильным. Только впечатление от езды имеет значение. Все остальное – пустая теория. Только за рулем можно понять, насколько хороша новинка. Это как в школе, когда тебе выдают характеристику, и ты ожидаешь хорошую оценку, так как много работал. Но сюрпризы все равно случаются. Все участники испытания дают хорошую оценку. Даже ведущий проекта Михаэль Штамар кажется доволен. Очень хорошо. Но все равно это лишь промежуточный результат. Над динамикой еще ведется напряженная работа. Пока мы еще не закончили работу над машиной, пока можно что-то изменить, мы работаем очень усердно. У нас ведь очень большое шасси, очень большая машина. Разработчики знают, что через пару месяцев машине еще предстоит пройти проверку жесткости кузова и прочности ходовой части. Пока новому автомобилю только предстоят самые трудные испытания на прочность, его легендарные предки уже давно доказали свои качества. В городе Брэше на севере Италии они показывают, что у них еще есть порох в пороховницах. Это мероприятие проводится в честь известной кольцевой гонки Милли Миллиан. У облегченной конструкции машин долгая традиция. Уже более 60 лет назад инженеры применили тонкую крышу из алюминия для спортивного родстера ТИП-328. Это привело к успеху. Легкие автомобили в 1940 году выиграли гонку Милли Миллиан, обогнав конкурентов с более мощными моторами. Теперь речь не идет о победе в гонках. Сейчас важна достаточная мощность при низком потреблении топлива, а также хорошая безопасность за счет прочного кузова. Если все это учтено, а машина все еще остается легкой, то значит конструкторы добились успеха. Поэтому создатели новой спортивной машины хотят применить в своем детище умную, облегченную конструкцию. Используются разные материалы. Алюминий для передка, термопласт для передних крыльев, специальный листовой пластик для крышки багажника, а также алюминий для капота и дверей. Это техническое решение было одобрено в Мюнхене. Юрген Корценек возвращается на завод в Ланшике. Ему удалось сделать свое дело. Я бы очень расстроился, если было бы принято другое решение. Тогда пропали бы годы моей работы вместе с коллегами-инженерами. А теперь, как вы видите, я свечусь от счастья, потому что в Мюнхене было принято именно такое решение. Но при всей радости нельзя забывать о том, что нашего эксперта и его небольшую команду на заводе «Ланшут» ждет новое претенциозное задание. Оно не дает покоя и инженерам в Мюнхене. Даже сам дизайн технически трудно изменить. Грани, желобы и контуры сильно усложняют жизнь инженерам. Не говоря уже о проблемах, которые возникают при производстве на заводе. Мы уже остановились на 5-миллиметровом стыке. Да, туда поместится целая балка. Всегда возникает вопрос, нужно ли уменьшить. Вот этого мы и боимся. А дизайнеры и так уже бесятся. Говорят, что этого они никак не могут позволить. Тогда наш инструктор-мильтальщик вообще посидеет, если они по форме и по заявке на площади видят что-то подобное. Аня Майер отвечает за конструкцию крыльев из термопласта. Она уверена в том, что даже самая трудная задача выполнима. Это просто замечательное чувство. Мы уже два года работали над этим, и все успели в срок. Так что мы очень счастливы. Вместе с Юргеном Корценеком она старается полностью обуздать новый материал. Сейчас наша задача – приделать крыло к машине. В отличие от обычных стальных крыльев, термопластовые имеют свойство растягиваться при высоких температурах. Теперь нужно очень точно все рассчитать, так чтобы крыло не расширялось больше, чем рассчитано заранее. Концепт Ани Майерс должен держать это свойство пластика под контролем. Затем нужно перепроверить, насколько хорошо проработана конструкция. Проверка должна подтвердить или опровергнуть концепцию конструктора. Поэтому сейчас я напряжена до предела, ожидая, какой вердикт вынесет моей идеи госпожа Лио. Надеюсь, она подтвердит мой проект. Подсчеты ее коллег оказываются в пользу проекта. Но теперь Ане нужно взять новый барьер. Густую массу пластика еще нужно залить в определенную форму, а затем достать его так, чтобы не повредить. Ричарду Швимбеку эта задача сначала кажется непосильной. Однако конструктор инструментов знает, что ему придется найти решение. Сейчас я ничего не могу обещать и говорить. Нужно над этим подумать. Задача была каверзной, но конструктору удалось ее решить. После года тяжелой работы новый инструмент можно использовать на заводе. 38 тонн стали. Эта форма состоит из двух частей, которые складываются с точностью до сотых долей миллиметра. Это идеально проработанная затворная система, которая бережно отольет термопластовое крыло с помощью формы. Но перед тем, как этот мощный инструмент можно будет использовать в производстве, нужно подождать испытательный срок, который составляет один год. Проверка механизма закрывания и затворная система, которые должны обеспечить точность. Произведение искусства. Исходный материал для крыльев – маленькие пластиковые крупинки. Гранулированный пластик, который нагревают до 300 градусов, а затем помещают в закрытый инструмент. После остывания термопласта затворная система начинает работать. Инструмент открывается и являет миру крыло. Деталь выдержала проверку. Доброе утро! Добро пожаловать! Так получилось, что в 30-месячном плане, за 15 месяцев до запуска в Сирию, эти первые машины готовы. Антон Руф, руководитель отдела линейки, моделей, приветствует высшее руководство предприятия. Все они приехали на испытательный полигон в Южной Франции, чтобы составить свое представление об актуальном положении дел с новой моделью. Во время исчерпывающей тестовой поездки можно сравнить закамуфлированный прототип с другими моделями и с машинами конкурентов. Это отличное мерило для оценки новой машины и хорошее подспорье в принятии решения в пользу той или иной модели. Разработчики приборной доски не нуждаются в оценке своего шефа. Они и так знают, что им еще много нужно доработать. Я прекрасно понимаю, что у нас есть технические ограничения, и что нужно все тщательно проверить. Ни в какой другой части машины не размещается столько разных деталей. И нигде место не ограничено так же сильно. Выше уже нельзя. В последний раз нужно проверить все до миллиметра, дожать, приподнять и сдвинуть то, что нужно, чтобы в этом лабиринте все было на своем месте. Да, я тоже так думаю. У нас тут почти нет пространства, чтобы сжимать еще сильнее. В Центре исследований и инноваций проводятся специальные дни, когда сотрудники компании в Мюнхене могут посмотреть на работу своих коллег. Еще проводятся собрания тех, кому в будущем придется продавать автомобиль. Разработчики показывают им машину во всем великолепии. Затем впечатления тех, кто побывал в сборочных цехах, собираются воедино и оцениваются маркетологами. Это первый опрос мнений, нужный для будущей рекламной компании. И, наконец, проводятся проектные дни на заводе «Дингольфинг», где автомобиль будет запущен в серийное производство. Специальный сотрудник должен сделать все, чтобы тысячи работников могли вблизи увидеть дизайн модели. Нужно было устроить тут презентацию модели так же, как это было сделано в Мюнхене. Здесь все повторяется на высшем уровне. Все сделано для того, чтобы поднять общий эмоциональный настрой, чтобы показать всем собственную готовность и заинтересованность. Думаю, нам это сегодня удалось. Круто, я очень нами горжусь. Потрясающее ощущение. Я с детства помешан на машинах, потому что вырос в «Дингольфинге». По-моему, похоже на «Пантеру». Гениально и просто. Прелестно. Моя первая мысль была круто. Здорово. Во время разработки мы не даем распространяться всякой шумихе, болтовне и ажиотажу. Тут это невозможно. Здесь каждый день с конвейера должны сходить тысячи машин, и это трудная задача. Поэтому мы и сошлись на мнении, что все нужно провести по возможности быстро, четко и сжатых рамках. Конечно, не обходится без эмоций, ведь человек делает хорошо то, что ему доставляет удовольствие. Я счастлив, что тут так и есть. Все его одушевлены. Представляю, что было бы, если бы люди вдруг сказали, что у нас получилась странная машина. Ответственный за шестую серию Юрген Коррент в одиночестве отправляется в путь из небольшого аэропорта на севере Швеции. Он идет туда, где команда проводит зимние испытания новой машины. Привет. Тут уже так холодно. Сегодня утром было минус 25. Раннее февральское утро. Всю ночь прототип простоял на открытой стоянке. Ну-ка посмотрим. Ничего себе. Первая проверка двигателя. Насколько быстро он заведется при такой температуре? Для таких испытаний предпочтительны постоянные экстремально низкие температуры, которые не редкость в Северной Европе. Испытатели называют этот полигон кодовым словом Nordland. Здесь злой дух может спокойно проводить тестовые заезды по дорогам, которые закрыты для общественного пользования. Юрген Коррент хочет получить впечатление от работы местной испытательной команды. И он находится там, где эти команды проводят испытания уже несколько недель. Наш полигон вон там внизу. Здесь же объявились команды испытателей злых духов других серий. На повестке дня – купе шестой серии. Многочисленные испытания системы регулирования шасси. Через полученные от датчиков данные можно очень хорошо прочувствовать характер автомобиля. Это у нас спортивная машина. И здесь большое пространство для исследований. Когда инженер подключает к панели ноутбук, то машина-прототип становится движущейся в экстремальных условиях лаборатории. Теперь я изменяю параметры. Использую программу по полной. Я играю с характером машины, получаю данные для программы и субъективно их оцениваю. Кроме того, при каждом изменении параметра ведется измерение и запись, чтобы их могли потом проверить эксперты в Мюнхене. Купе шестой серии неутомимо наворачивает круги по замерзшему озеру. Это испытание требует от инженера особого водительского мастерства. Сам дрифтинг лишь полбеды. Ведь нужно не просто удержать машину в управляемом заносе, но и стараться успевать воспринимать показания компьютера, чтобы можно было правильно оценить характеристики. То, что я сейчас делаю за рулем, это оценка машины в плане параметра, который я ввел перед тестом. Параметры, которые я ввел перед, это касается... Вообще-то я пока не знаю, как у них там идут дела. Нужно подождать. В мою задачу как раз входит то, что я должен передать эмоции и воодушевление, которые возникают здесь, на трассе, в крутой машине. Специалистам в Мюнхене. Каждый вечер в небольшой мастерской данные с бортового компьютера машины скачиваются, чтобы быть отправленными на оценку в Мюнхен. Небольшой сонный городок неподалеку известен тем, что является исходным пунктом тестовых заездов по земле оленей. От нас требует, чтобы мы именно тут наматывали километры, которые должен пройти каждый автомобиль перед запуском производства. Такую поездку конвоем вместе с другими прототипами тестовые пилоты называют пожиранием километров. Каждый день в одиночестве по бесконечным дорогам они проезжают сотни километров. Если едешь не первым в конвуе, то можно полностью сконцентрироваться на машине, проверить ее реакцию и управление и так далее. Но нельзя ехать слишком быстро, потому что неизвестно, что впереди. Встречное движение на узких дорогах может стать проблемой, но опасность также представляет и лес. Сейчас я попробую затормозить. Водители всегда полностью сконцентрированы. Когда при торможении колеса начинает грести снег, машина оказывается как бы на белом льду. Не очень приятная ситуация, особенно если впереди окажется выскочивший из леса олень. Поэтому водители всегда следят за деревьями по сторонам дороги, чтобы предотвратить нежелательную встречу. Эти животные могут достигать веса в полтонны. И если машина врезается такое, что и в ноги, то тело падает прямо на лобовое стекло, что приводит к смерти. Из-за того, что лобовые и боковые стекла обледенели, инженеры недовольны обдувом из-под приборной доски. Важно, что во время зимней проверки у нас не получился ровный обдув. Ведь нужно, чтобы поток воздуха равномерно распределялся по стеклу. Конструкция системы подачи воздуха в салон была полностью переработана и улучшена. Теперь воздух подается с нужной силой и по всей площади стекла. Теперь нужно, чтобы результат был положительным. Тогда все будет в порядке. В Центре исследований и инноваций 7.30 утра. Идет заседание Испытательного совета ответственного за внедрение и распределение прототипов. Сейчас команды работают по всему земному шару, но, как всегда, спрос превышает предложение. Мы начинаем проводить испытательные заезды довольно рано. Нужно равномерно распределить между командами то небольшое число машин, что у нас есть, и предоставить им на рассмотрение современный этап разработки автомобиля. С одной стороны, испытателю хочется поездить на самой новой машине, а с другой ему хочется, чтобы эта машина побыстрее ушла в серию. Итак, нам нужно распределить вариант 49 и успеть все это в срок. Мы сможем это каким-либо образом сделать? Но машина ведь еще не готова, так что с ней? В это время, конечно же, возникает спор. Нужно ли, например, еще вносить изменения? Получится ли испытание? Мы взвешиваем все решения и расставляем приоритеты как можно раньше, чтобы можно было их проверить. При этом нельзя выходить за актуальное состояние конструкции. Все идет нормально, слава богу. Теперь можем вздохнуть спокойно и отправиться к машинам. Они почти все уже на ходу. Спасибо. До завтра. Приятного дня. Это приятный день в Баварском лесу. Он идеально подходит для езды с откинутой крышей, особенно тогда, когда инженерам нужно проверить климат-контроль и отопительную систему. Вот так будет нормально. Теперь можем ехать. Ты знаешь, где мы сейчас? Нет. Несмотря на многочисленные измерения, субъективное восприятие всегда остается очень важным. Испытание завершается успехом. Только в принципе можно было бы улучшить и ускорить нагрев боковых стекол. Чем ближе день запуска в серию, тем важнее не терять ни единого дня. Результаты проверок должны немедленно находить отражение в конструкции. Это как игра в настольный теннис. Изменения в конструкции должны сразу же испытываться, а исход испытаний должен влиять на конструкцию без замедлений. Обратите внимание на эти достаточно небольшие отверстия на панели. Они играют очень важную роль в испытаниях на обдув стекол. Чтобы подавать больше воздуха на боковые стекла, нужно увеличить воздушный канал. Но для этого в уже переполненной приборной панели нет места. Даже при таком размере канал извивается вокруг других конструктивных элементов. Нужно искать какое-то необычное решение задачи. Нужно еще раз посмотреть, где можно провести канал, хотя мы сильно ограничены в пространстве. Нельзя просто расширить канал. Есть только одно возможное решение — уменьшить толщину стенки на один миллиметр. Тогда обдув улучшится. В это же время в Солнечной Калифорнии другая команда испытывает охлаждающие способности климатической установки. Из Лос-Анджелеса купе и кабриолет отправляются в штат Невада, в раскаленную долину смерти. По пути происходит остановка. Нужно дождаться третьего. Берни Майснер испытывает машину вместе со своими коллегами Диего и Михаэлем. Диего и Комна. Диего и Комна. Специальная программа выдаёт результаты работы климат-контроля в мельчайших подробностях. Так, посмотрим. Тут нужно следить за температурой, она может понадобиться для измерений. Перед поездкой с измерениями машины нужно нагреть. Значения термодатчиков постоянно считываются. Долина смерти — самое жаркое место в Америке, особенно летом. Тут бывает 50-градусная жара, и это не редкость в этих местах. Мы оставляем машины на солнце на долгое время, в салоне поток очень жарко. При палящем солнце температура растёт, не переставая. Это отличная проверка нового климат-контроля, которая с помощью солнечных датчиков измеряет излучение и автоматически регулирует температуру в салоне. Тестовый заезд начинается на высоте ниже уровнем моря. Знак предупреждает водителей, чтобы они выключили системы охлаждения салона. Иначе в этой природной печи двигатель может запросто перегреться. А через 28 километров дорога поднимается на высоту полторы тысячи метров. Несмотря на это, климат-контроль в купе работает отлично. Сравни левые и правые воздуховоды. Температура воздуха в норме? Даже открытая версия выдерживает проверку. Берни Майснер интересуется, насколько эффективность двигателя улучшилась после испытаний во Франции. Ну как, Михаэль, что там с мощностью двигателя? Все хорошо, никаких поломок не было обнаружено. С первым прототипом у нас были проблемы. При экстремальных температурах, например, в горах, двигатель работал не очень хорошо. А во Франции результаты были совсем другими. Мы на пути к улучшениям. Хорошо, это дает нам возможность не останавливаться. Теперь заглянем в моторное отделение. Мы пользовались новой программой и новыми мерами в США, а задача была не допустить больше никаких проблем. Нам это удалось. Это было не проблем, и это тема damit улучшилась. Напряженная работа дает свои результаты. Но чтобы быть абсолютно уверенными, инженеры подвергнут двигатель еще большей нагрузке. Проблемы с мотором также были дополнительным стимулом отправиться на Дантес-Вью. Там постоянно нужно ехать в гору, а значит, можно проверить мощность двигателя по полу. Потом, после того, как машина выдержала испытания, мы могли позволить себе в качестве приза насладиться видом с большой высоты. ЮАР У работающих тут инженеров и техников нет времени наслаждаться видами. Их уже поджимает время. За кратчайшие сроки они должны подготовить к испытаниям целый парк прототипов. В скором времени совет по разработке и некоторые высшие лица компании должны будут проверить реальное состояние автомобиля. Во время последней проверки команды тестируют двигатель, шасси и электронные системы управления. Для предстоящего сравнительного заезда закамуфлированные прототипы вновь доводят до состояния блеска. Все готовится с идеальной тщательностью. Все запланировано на уровне генерального руководства. Дорога должна быть выбрана не просто так. Движение должно быть не сильным. Все должно подходить для новой машины. Затем, окинув взглядом прототип, можно еще раз проверить, нуждается ли что-либо в улучшении. Мы тут обсуждаем не то, что получилось, а то, что не получилось. Предстоит еще многое сделать, и нам это удастся. Сегодня был обычный день испытаний. Мы проехали около 400 километров. Теперь мы знаем наши машины насквозь и можем их оценить. Сегодня мы обращали внимание на динамику, подвижность, жесткость подвески. И на то, что затем предстояло исправить. Итак, у нас есть сильные и слабые стороны. Есть проблемы, но времени на улучшения у нас почти нет. Но нам все равно придется их решать. И я уверен, что мы с этим справимся. Слабая сторона известна, и над ней уже давно интенсивно ведется работа в Мюнхене. Особенно пришлось постараться специалистам по шасси. Реальность легко увидеть на дороге. Но учитывая недостаток времени, специалисты все чаще прибегают к программам-симуляторам. Как, например, при проверке прочности алюминиевой передней балки. После проверки на виртуальном стенде инженеры ставят машину на настоящий испытательный стенд. Но первые всеобъемлющие данные становятся доступны после дорожного теста. Воздушное сопротивление, езда по кривой и ускорение все время меняют развесовку по осям. Каждое последующее изменение жесткости шасси или электронных систем сразу же проверяется на тестовой машине. Так испытатели находятся в курсе дела. Сейчас нам нужна максимальная нагрузка, хотя, в принципе, задача такова. Данные по трем кругам должны быть похожи и воспроизводимы. Это самое главное. За несколько десятилетий мощность освещения выросла в 20 раз. Это история постоянного развития ламп от лампы накаливания через галоген к ксеноновым огням. Электротехник проверяет ближний свет фар. Светоотдача и светораспределение должны соответствовать нормам. А чтобы в темноте отличить эту машину от других моделей, разработчики сделали ей ангельские глазки. Это оптоволоконные световые кольца вокруг фар. Однако одно оставалось неизменным в светотехнике машины. Фары светили только прямо. Но теперь это не так. Теперь фары могут поворачиваться и светить под боковым углом. Йоханнес Аулбах со своими коллегами проверяет поворотные фары в фотометрической камере. Их цель достичь наибольшего углового освещения при минимальном ослеплении водителей встречных машин. Фары поворачиваются в направлении движения автомобиля в зависимости от угла поворота руля. Применяя систему активного рулевого управления инженеры хотели заново изобрести руль. Раньше рулевое управление было неточным. А теперь острота руля меняется в зависимости от скорости. Если раньше на маленьких и средних скоростях водителю приходилось полностью прокручивать руль, то теперь он может обходиться незначительными его поворотами. Во время испытательных заездов на управление инженеры могут постоянно улучшать поведение машины на дороге. С каждым новым прототипом система активного рулевого управления настраивается заново. Поэтому для точной настройки всех систем на тестах присутствуют специалисты по ходовой части. Длинный день близится к концу. Напоследок инженеры вновь оценивают данные и настраивают систему. И, наконец, последняя проверка. Теперь дело дошло и до индикации на лобовом стекле. Водитель, как и пилот самолета, может видеть необходимую информацию о машине прямо перед собой. Инженер встраивает в машину проектор. Посредством системы зеркал необходимые параметры вроде скорости или показаний навигационной системы будут выводиться прямо на лобовое стекло. Вновь и вновь эту систему проверяют во время испытательных заездов. При этом изображение настраивается таким образом, чтобы оно отображалось выше переднего края капота. Так водителю не нужно будет переводить глаза с темной и дальней точки на светлую ближнюю. Теперь каждый экземпляр тщательным образом проверяется с помощью пяти камер. Затем изображения оцениваются техником. При этом он следит, чтобы проекция не была искаженной, слишком светлой и контрастной, а также находилась в нужном месте. Это одна из последних проверок БМВ шестой серии. Испытания в Японии тоже являются своего рода проверкой на перегрев. В Токио в принципе не очень жарко, но режим движения очень напряженный. Много троганий и остановок, а также семичасовых стояний в пробках. А к концу дня на тахометре набегает 140 километров. Все это, конечно, нужно учитывать, так как для моторного масла, охлаждающей жидкости, климатической установки и прочего, это экстремальное условие. Наша машина должна это выдерживать, потому что японский покупатель тоже хочет без поломок и спокойно путешествовать на нашей машине. Поэтому просто необходимо испытывать машину именно здесь. Команда испытывает первый праворульный прототип до позднего вечера. Другая страна, другие обычаи, другой климат, а также другое топливо. Разработчикам нужно знать, как машина выносит высокооктановый японский бензин. Также проверяются и другие особенности езды на машине в Токио. Когда машины будут окружаться с корабля на токийскую пристань, их каким-то образом нужно будет развести дилерам. Для этого есть трейлеры, но в каждой стране они разных размеров и мощностей. Поэтому мы должны проверить на нашем прототипе, смогут ли японские грузовики перевозить серийные машины в будущее. Конпьютерная проверка это одно, а реальность совсем другое, так что мы проведем пробную погрузку. Это довольно простое, но важное испытание. Все в порядке. Симуляторная проверка была точной. Связи с нашими коллегами за рубежом очень важны для нас. Мы всегда рады видеть их, приезжая в другую страну. После работы мы часто отдыхаем вместе и разговариваем на абсолютно другие темы, не касающиеся работы. Так за многие годы сформировались дружеские отношения, которые обновляются с каждой новой испытательной поездкой. Хотя команда испытывают машины во всех частях света, впечатления от стран все равно получаются лишь мимолетные. Испытательные заезды завершены. Времени почти не осталось. Чем меньше времени остается до запуска в серию, тем более не сказать изнуряющей, но очень напряженной становится работа. Иногда приходится жертвовать сном, ведь малейший просчет может отдалить запуск в серию на неделе или даже месяц. Каждый наш сотрудник работает изо всех сил, как будто готовится к Олимпийским играм или чемпионату мира по футболу. Когда наступает время серийного производства, то это становится событием великого масштаба. Все готовятся к нему. Все с нетерпением завершают эту последнюю главу в создании нового спортивного автомобиля. Тогда дело по маркетингу и по связям с общественностью поднимают завесу тайны. Тогда же каждую машину проверяют до последней захлепки. Наконец наступает долгожданный день запуска новой машины в серийное производство. Режиссеры Клаудио Фонен и Франц Штепан. Автор сценария Франц Штепан. Операторы Флориан Лео, Райнер Хартман, Ингмар Линднер, Алекс Петрован и другие. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров